Микс Ньюз Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Любывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья С вами я, Елена Привалова И сегодня у нас в гостях Наверное, мой самый любимый гость Это мой педагог Московской консерватории Алексей Шевченко Алексей мультиинструменталист Он играет на всех видах клавишных инструментов Это и привычный всем рояль И клавесины, клавикорд Все старинные клавишные инструменты И, конечно же, орган И именно игре на органе Обучал меня Алексей в Московской консерватории Здравствуйте, Алексей Здравствуйте, Елена Да, очень приятно Видеть вас в эфире Мы с Алексеем очень много Общались в консерватории И, кстати, Алексей дважды Приезжал в Ригу с концертами И играл в церкви Святого Павла И сольные программы А также со своим Наверное, бессменным компаньоном Также любителем Старинной музыки Барочным биолончелистом Александром Листратовым И, конечно, мы надеемся Что как только карантин закончится Алексей вновь приедет к нам в гости С своими замечательными концертами Алексей Как в Москве сейчас? Также карантин? Или все-таки еще играете? Нет, концерты продолжаются Хотя какие-то Какие-то отмены случаются Не все проекты Удается реализовать Но, тем не менее После отмены Первого карантина В концертной жизни Довольно активно закипело И, наверное, Счет концертов Которые мы с Александром Сыграли уже, наверное, На десятки идет Ну, вы известные труженики Я каждый раз, когда вижу ваши афиши И понимаю Честно говоря, не понимаю Откуда вы берете столько времени Для того, чтобы Выучить программы, сыграть? Ведь у вас огромная еще педагогическая нагрузка В Московской консерватории До этого вы еще преподавали В Дубни органный класс А сейчас в школе Шопена Да Сам не понимаю Не всегда понимаю Как удается Такая жизнь Уближенная Есть желание Вот карантин Как на вас повлиял Вот эта остановка Она была во благо Или вот все-таки Вот этот темп Ритма В котором вы живете Он для вас естественен И именно в нем и хочется Так же жить и действовать Ну Удалось позаниматься Во время этого карантина Хорошенько Что всегда Что всегда хорошо Так, конечно Для музыкантов Ничего хорошего В этом нахождении дома Честно говоря, нет Издержек Издержек больше Чем приобретений каких-то Музыкальных Несомненно Но Не хотелось бы, конечно Чтобы сейчас У нас Снова Снова Наглухо Заперли Дома Надеюсь, что Состоятся И намеченные Какие-то проекты Мы тоже будем Очень надеяться Потому что в Риге, конечно Уже было заседание Правительства И в пятницу Будет решение Будут ли у нас Вводить чрезвычайное положение Чрезвычайную ситуацию И я, кстати Очень надеюсь Похоже, мой концерт Все-таки Удастся сыграть Дорогие друзья У нас все-таки Напоминаю передача Культурная среда И я рассказываю И я рассказываю о том Куда можно сходить И вот эти Оставшиеся деньки До часа Икс Если можно сказать Состоится Несколько концертов И очень я надеюсь Что действительно Состоятся 6 ноября В Домском соборе Я буду играть Все органные Такаты Иоганна Себастьяна Баха И на этот концерт Я разыгрываю Два билета Первый Позвонивший В нашу студию По телефону 672-12-939 Получит два билета На этот концерт В Домском соборе В 19.00 Все органные Такаты Иоганна Себастьяна Это действительно Очень важный Концерт И для меня Потому что Это кульминация Моего цикла Все сочинения Для органа Иоганна Себастьяна Баха До этого Я играла Концерты С музыкой Баха В Англиканской Церкви Церкви Святого Иакова В Гертрудинской И Церкви Святого Павла И вот эта Кульминация Для меня Очень важна Именно в Домском Соборе С такатами Иоганна Себастьяна Баха Алексей Как вы Относитесь К таким Моноконцертам Конечно В принципе Наверное Баха нельзя Назвать моноконцертом Его можно Играть 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 Но все же Любите вы Играть Вот такие Программы Нет Затея Прекрасная И Несмотря На то Что Играется Музыка В одном Жанре Написанная Эта музыка Очень разнообразная Поэтому Заскучать Не придется Ни в коем Случа Публике Ну да То что Жанр Таката И фуга Да Но все они Абсолютно Диаметрально Разные Да Да Это все В общем-то По преимуществу Музыка Молодого Баха Написанной Более Или менее В один Период Жизни Но Бах Никогда Не повторялся В этом Смысле Мы Даже Часто В его Собственном Творчестве Не встречаем Каких-то Повторяющихся Моделей Паттернов Его Фантазия Бегранична Была уже И В Молодые годы Сейчас Алексей Мы не прервемся У нас есть Телефонный звонок Кто-то хочет Забрать билеты Алло Здравствуйте Добрый день Да Вы С вопросом Или за билетами Да Да Я хочу Да Сходить на ваш концерт Да Ваше имя Окей Ваше имя Ольга Ольга Позвоните Пожалуйста После передачи По телефону 220 929 00 Хорошо Спасибо Всего доброго Алексей Как вы считаете Вот в этом году Иоганну Себастьяну Бахусь Мировая общественность Отмечала 335 лет Со дня рождения Актуальна ли его музыка На сегодняшний день И что она несет Слушателям Бах Это Вершина музыки Может быть Может Коробят Слова о том Что это Величайший Композитор Всех времен И народов Но Коробят Только С той точки зрения Что Любая Такая Рейтинговость В отношении Музыки Это Не Всегда Бывает Хороша И уместна Но В связи С Бахом Можно Смело Я думаю Утверждать Что Его творчество Является Несомненной Вершиной И Знаете Есть Книга Швейцера Абахи Елена Вы конечно же Знаете Этой книге Уже более 100 лет И Начинается Она Такой Немножечко Эпотирующей Фразой Что К Баху Все приходит Но От него Ничего Не идет Здесь Он конечно же Хотел Подчеркнуть То что Бах Это был Прежде всего Результат Развития Музыки Целой эпохи То есть Его творчество Это сумма Эпохи Барокко Поскольку В эпоху Швейцера Часто Изучение Музыки Как таковой Всерьез Начиналось Именно с Баха И людям Могло показаться Что это Как раз Такое Что это Самое начало Музыки В то время Как Это Гарантиозный Итог Целой эпохи Но Вместе Тем Традиция Бахианства Дальше Развивается И в 19 И в 20 И в 21 Веках И Это Такой Неисчерпаемый Источник Да Это Действительно Так И Алексей Почему Вы сделали Выбор Именно На исторической Интерпретации Почему Вы Больше И чаще Всего Любите Играть Именно Старинную Музыку Ну в том числе Иоганн Себастьяна Баха Его предшественников Его современников Дело в том что Вот эта идея Прогресса Часто В отношении Искусства И музыки Не работает Так как Мы к этому Привыкли И Так раз таки Эпоха барокко По всей видимости Была Собственно Золотым Веком Музыки И Это не значит Что После этого Люди Стали Менее Талантливы Нет Но Какая-то Энергия Отпущенная Людям Для творчества Возможно Что В каком-то Смысле Она В каком-то Смысле Она Истекает С Истечением Истории Верующие Люди Объясняют Это тем Что Чем дальше Мы От рая Тем Больше Мы Утрачиваем Какое-то Воспоминание О рая А Музыка Земная Это В концепции Эпохи Барокко Было Отражением Небесной Музыки И Потому Собственно Говоря Наверное И сегодня Воспринимается Как Музыка Золотого века Ну Кстати И Ваш Ансамбль В котором Вы С самого Начала Принимаете Участие Может быть Даже Вместе Создавали Вместе С Александром Листратовым Называется Именно Золотой век Барочная Капелла Золотой век Вы Вместе Придумывали Название Или Это Александр Придумал Это Название Александра И я К капелле Подключился Несколько Позже Чем Она Была Создана Тут Что можно Еще Сказать По поводу Почему Именно Исторические Инструменты При возможности Почему Аутентичный Подход Дело В том Что Та Музыкальная Традиция Исполнительская Которая Которую Мы Сегодня Называем Академической Традиции Пришла Досталась К нам Уже В таком Немножко Усеченном Виде Это Совершенно Очевидно Когда Мы Слушаем Скажем Исполнители Тридцатых Годов Двадцатого Века И Сравниваем Их С тем Как играют Даже через Тридцать лет В шестидесятые Годы И тем более Сейчас Мы Видим Что происходит Регресс И Очень Многие Составляющие Наиболее Ценные Наиболее Интересные Были Оптимизированы Они Были Утрачены Можно Долго Рассуждать О том Почему Это Происходит Надо Сказать Что Даже И в Области Исторического Исполнительства На наших Глазах Происходит Где-то Похожий Процесс Если так Посмотреть На него Глобально Но Вместе С тем Именно Аутентика Именно Музыканты Ориентированы На исторический Подход Открыли Огромное Количество Средств Выразительности Которые Делают Эту музыку Более Живой Более Понятной И в том числе Современному Человеку Почему Какой Ваш Любимый Инструмент Вы Играете И на Клавесине И на Клавикорде На Хаммер Клавире И на Рояле И на Органе Вот Можно Сказать Какой Любимый Инструмент Вот Если Бы Вам Предложили Сыграть Концерт На Именно Вот Показывающий Все Ваше Мастерство Какой Вы 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 Или Это Невозможно Так Выбрать Знаете Скорее Всего Это Был Был Какой То Исторический Инструмент А Вот Будет Ли Это Орган Клавесина Или Исторический Фортепиано Сказать Трудно Если Честно Уже Какая Исполнительская Конва Концертная Которая Складывается Она Уже Мы Даже Не Всегда Ей Управляем То То Приходят Какие То Предложения Которые То есть Ты не всегда решаешь На чем я хочу сыграть Через неделю Да Вот Возникает концерт И Мы к нему готовимся И Поэтому Я не могу сделать этот выбор Единственное Что Наверное Я могу Констатировать Что я С годами Немного Наверное Разочаровался В современном рояле В какой-то степени Хотя Это скорее Относится Именно К Концертным Роялям Которые Которые Возникли Уже Во второй половине 20 века Потому что Даже Стэнвей Середина 20 века Это инструмент Сильно Отличающийся От того Что мы Сегодня Можем Услышать В концертных Залах А вот Для обычных Слушателей В чем Отличие Ну Вообще Развитие Инструмент Строения Немножко Идет По пути Унификации То есть Производитель Делает Инструменты По какой-то Одной Кальке Что И в 19 И тем более В 18 Веке Было Невозможным В этом Смысле Орган И сегодня Находится В более Выгодном Положении Потому что Если мы Говорим О живых Духовых Органах То Они все Таки Все Неповторимы Если Говорить О Рояле То По сути История Фортепианостроения Остановилась В конце 19 века В 1875 году Стэнвей Представил Свою Модель Фортепиано С перекрестными Струнами И Она Не сразу Где-то Может быть Уже С Десятых Двадцатых Годов Двадцатого Века Была Постепенно Воспринята Как Эталон И Сегодня Мы все Время Видим Вечные Повторения Этой Модели Причем Как правило В ухудшенном Таком Конвейерном Варианте То есть Звучание Это Ну Если Совсем Так грубо Сказать Оно Немножечко Приближено К синтезатору Современный Рояль Хорош тем Что Наверное Из всех Клавишных Инструментов Он Самый Удобный И В этом Смысле Прогресс Делает Своё Дело То есть Это Инструмент Который В наибольшей Степени Слушается Управление Но Конечно Если Мастер Производит Штучный Товар То В нем Будет Гораздо Больше Души Гораздо Больше Красок Чем Если Это Будет Конвейер Производство Вот К сожалению Те Концертные Рояли Которые Сегодня Приходится Встречать В концертных Залах Это Уже Такая Конвейер Продукция А кстати Как вы Относитесь К исполнению Баха На Современных Роялях Запретить Такую Практику Невозможно Потому что Все равно Будет Происходить Независимо К нашему Отношению Хотя Конечно Когда Проходишь Какой-то Путь На Исторических Инструментах То Уже Не хочется Возвращаться В себя Прежнего И Современный Рояль Диктует Очень большое Количество Ограничений Как это Может быть Не покажется Странным В сравнении С Клавесином Или Органом Поэтому На Рояле Играют Большое Количество Талантливых Людей Но Конечно Эта музыка Требует Еще и Особенной Профессиональной Подготовки Потому что Вот Те Наработки Академической Школы Фортепианной Нет Вот Та рецептура Которой Которой Владеют Музыканты Она Не годится Для Исполнения Музыки Баха Дело в том Что Достижения Нашей Фортепианной Школы Они Все-таки Связаны С музыкой Конца 19 Начала 20 Веков То есть Это Довольно Небольшой Довольно Узкий Исторический Отрезок И Конечно Когда уже В студенческом Возрасте Как правило Это именно Происходит В студенческом Возрасте Человек Сталкивается Уже С Канонами Эпохи Барокко То Вдруг Выясняется Что Очень мало Фортепианная Школа Очень мало Фортепианной Традиции Дает Ключей К этой музыке Впрочем Это относится Честно говоря Не только К Баху И Это в значительной степени Относится И к венской Классике И к Раннему Романтизму Это же Относится И к Совсем Авангардной Музыке Которая Второй половины 20 века Которую Практически Не знает Наша Фортепианная Школа Поэтому Ну а Если говорить Про музыку До Баховского Попериода То ее Как бы До сих пор Просто не существует На практике Для Большей части Пианистов Вот как Я уже Упоминал Швейцар Который Сказал Что Бах Это сумма После барокко Что к нему Все приходит То есть И Получается Что Когда мы Не знаем Музыку Его предшественников То мы По сути Не знаем Традиции На которую Бах Опирался Вот Если Например Говорить О Токатах О вашей Программе Замечательной Которая Состоится В Домском Соборе Напомните Число 6 ноября Буду играть Токаты Иоганн Себастьяна Баха В Домском Соборе 19 часов Вот вы Запомнили Будьте Мыслями Со мной Замечательная Органистка Елена Привалова Сыграет Все органы Токаты Баха Так вот Сам Жанр Токаты Зародился В музыке 17 века Одним из Первых Первых Композиторов Которые К нему Обратились Был Джераламо Фрискобальди Итальянец Надо сказать Что Бах Всю жизнь Учился Переписывал Музыку Своих Предшественников И Ременников Тоже И вот Если мы Говорим О Токатах То это Продолжение Северо-немецкой Традиции Эпохи Барокко Опирающейся На традиции Итальянской Школы Токары По-итальянски Означает Касаться И Сам этот Жанр Предполагает Импровизацию То есть Касаться Клавиатуры Когда человек Пробует Инструмент Ну Это В самом И вот Эта Импровизационность Заложена В самой Философии Этого жанра Наверное Кто знает Более позднюю Токаты Скажем Токату Прокотчева Если говорить О Токатной музыке То Мы поймем Что Жанр Токата Его Трактовка Радикально Изменилась То есть К 20 Веку Уже К 19 Веку Это был Жанр С Таким Постоянным Ритмом Очень Волевым Напористым Построенным На какой-то Одной Базовой Ритмической Фигуре А вот Изначально Это было Нечто Совершенно Противоположное Был Также В эпоху Фрискобальди Так называемый Взволнованный Стиль Итальянской Музыки Или стиль Кончитата Изобретателем Его Был Клаудио Монтеверди Современник Фрискобальди И Монтеверди Говорил Так что У нас Есть Три Основных Состояния Это Умеренность Мольба И Взволнованность И вот Он Утверждал Что Современная Музыка Очень мало Может выразить Вот эту самую Взволнованность И Он пишет В частности Такую Большую Можно назвать Камерную Оперой Или Некое Музыкально Драматическое Такое Сочинение Которое Называется Танкред И Кларинда По Тарбата Тасс Это двое Влюбленных Он и она И там По сюжету Есть момент Когда Они дерутся На поединке И Танкред Не знает Поскольку она В латах В доспехах Он не знает Что он сражается С своей возлюбленной И вот В Монтеверди Нужно было Найти Средства Чтобы выразить Те чувства Как правило Ужасные чувства Которые человек Испытывает Во время Поединка Средствами музыки И вот Он придумывает Прием Быстрого Повторения Диссонансов Все что потом Перейдет В токаты Фрискобальди Сам Гордился Гордился Своим Изобретением Говорил Что Многие Пытаются Присвоить Вот это Авторство Вот это Изобретение В Волнованном Стиле В то время Как Именно он Был Родоначальником Этого стиля И вот Фрискобальди Как раз таки В предисловии К своим Такатам А у него есть Два тома Такат Он очень подробно Описывает Как следует Играть Эту музыку И он Говорит Что Там Нужно Играть Свободно Не Подчиняясь Такту Как В современных Мадригалах Где Музыка Следует За словом Вот это Нечто Что очень Важно Для эпохи Барокко Где Музыка Всегда Говорит Или Как пишет Фрискобальди Не просто Это за слово А Повинуюсь Аффекту Слов И вот Эта Традиция Таката Которая Обычно Совмещала В себе Несколько Разделов Импровизационные Разделы Собственно Свободные И Фугированные Строгие И вот Эта Традиция Потом Через Ученика Фрискобальди Иоганна Якоба Фробергера Пришла В Германию Бах Несомненно Знал И музыку Фрискобальди И музыку Фробергера И конечно Еще наверное Лучше Знал музыку Дитриха Букста Худа Мы все Знаем Эту историю О том Как он Путешествует В Любик Чтобы послушать Игру Букста Худа Отпрашиваясь На службу На Три недели А исчезает На четыре Месяца Все это время Он проводит В Любике Общаясь Букста Худа И Вот собственно Под влиянием И Букста Худа И вот этого Северо-немецкого Стиля И созданы Собственно Такаты Баха И органные Которые Вы Елена Будете играть 6 ноября В Домском Соборе И Семь клавесинных Такат Собственно Это тоже Одноственные Сочинения Более того Их можно Условно Назвать Клавесинами Поскольку Есть Широкая Практика Играть Их На органе Тоже Вот Как интересно Я даже Кстати Не знала Об этих Семь клавесинных Такатах Для меня Это Открытие И Возможность Включения В авторский Цикл Если вы Услышите Какие-то Фрагменты То Вы поймете Что вы Эту музыку Хорошо знаете Музыка Бах Конечно Она сопровождает Каждого музыканта Начиная с первого года Обучения На музыкальном инструменте Кстати Те кто Смотрит Сейчас еще Видео Видят Что Алексей Сидит Рядом Со спинетом Или клавесин Как правильно Назвать Ваш небольшой инструмент Это спинет Это спинет Это клавесин Треугольной формы Сейчас я не знаю Смогу ли я его Было видно До этого Хорошо Это авторская работа Мастера Белова Правильно Да Это замечательно В Москве есть мастер Дмитрий Белов Который Вначале Специализировался На изготовлении Клавикордов Клавикорд Это тишайший Клавишный инструмент Опять же В первые 10 минут Недоступный Современному слушателю Поскольку Когда человек Начинает слышать Этот инструмент Без привычки То вначале Он просто ничего не слышит То есть Вот Какие-то Способности Человек утрачивает Выходит Даже на физическом уровне Так сказать В то время Как Клавикорд Был Любимым инструментом Иоганна Себастьяна Баха Кстати говоря Сколько это Инструмент В пределах своей Очень небольшой Динамики То есть Очень Совсем Совсем Негромкий Это инструмент Который Позволяет делать Огромное количество Деталей Звуковых Тембровых Всяческих Подробностей В этом смысле Ни один Из клавишных Инструментов И последующих Эпох И современных Не может с ним сравниться И вот Потом Дмитрий Стал Делать И Такие вот Спинеты Прототипом Этого Спинета Является Итальянский Инструмент 1710 года Но Здесь Дмитрий Вместе Своим Учителем Англичанином Сэром Болтоном Видоизменил Несколько Первоначальный Прототип Потому что Это был Инструмент Оттовина То есть Он звучал На Октаву Выше Четырехфутовый Инструмент И вот Они его Немного Видоизменили Для того Чтобы Он Стал Восьмифутовым Вот Это Клавишно-щипковый Инструмент К сожалению У нас Связь Не настолько Идеальная И Невозможно Полностью Насладиться Красотой Звучание Этого Инструмента И исполнительством Алексея Но Тем не менее Это вот Сейчас Прозвучал Инструмент Спинет Московского Мастера Дмитрия Белова И на нем Очень часто Проходят концерты Сегодняшнего Нашего гостя Клавесиниста Органиста Алексея Шевченко Которого Я кстати Обучалась В Московской Консерватории Алексей является Также Доцентом Кафедры Старинных Инструментов Московской Консерватории И преподает Именно Все эти клавишные Инструменты Очень надеемся Что когда Закончится Карантин Алексей вновь Приедет к нам С концертами Или сольными Или вместе Своей Замечательной Компанией Барочной капеллой Золотой век С которыми Он очень много Выступает Кстати В этой капелле Помимо Александра Листратова Который Также уже Знаком Многим Нашим Рижанам Барочный Веланчеллист Есть и Барочные Скрипачи И Классической Музыки Уже умершим Юрием Буцко И Каждый раз Добавляя Своей программе Вот такие Неизвестные Произведения Уже Композиторов Русских Почему Именно Вы стали Обращаться Также К русской Классике Если можно Так сказать И с Александром Исполняете Бартнянского И других Композиторов Опять же Потому что Это Объективно Недооцененный Период В истории Если говорить Об Бартнянском И русском 18 веке История Русской Музыки Не только Потому что Мы Такие Русофилы И У нас Есть Такой штамп Что русская музыка Начинается С Эпохи Собственно С Михаила Ивановича Глинки В то время Как До него И опера Первая русская Была вовсе Не жизнь За царя Глинки А Цефал И прокриз Франческо Араи Это Первая русская Опера Написанная Итальянцем Который работал В Петербурге Но она была Уже Наполовину По-итальянски На русском языке Наполовину На итальянском На текст Русский Текст Сумароков И Тоже мне кажется Когда мы Позволяем себе Объявлять Этот русский В Русский XVII век Чем-то таким Подготовительным К настоящему Рассвету русской музыки И в этом тоже Проявляется Какая-то И достаточный Уровень культуры Наш Я думаю Что Западные музыканты Не позволили бы Себе Вот так вот Проигнорировать Целый пласт Собственной музыкальной Культуры Как это К сожалению Происходит В России Надо об этом Так С горечью Констатировать Это обстоятельства Принято считать Что эпоха Это была Где Именно русской музыки Этого периода Где еще Недостаточно Проявилось Собственно Национальное Начало Что это по сути Музыка европейская С этим Конечно Это так Потому что И Россия В общем-то Европейская страна И Петербургский двор Существовал Так сказать В культурном смысле В контексте Европейской культуры И И вот Я уже упомянул Франческо Арае Итальянского музыканта Но Там работала Целая плеяда Музыкантов Иностранцев Которых Тоже не принято Было говорить По каким-то Идеологическим Причинам Вроде бы Как Получается Что нашу музыку Создали Европейские Музыканты Иностранцы В этом Нет Ничего страшного Потому что Скажем Абричане Не стесняются Признавать Гендаля Своим Национальным Гением Хотя мы все знаем Что Гендаль Был немец Вот Одна из причин То есть Причина Помимо всего Почти Еще в том Что это просто Прекрасная музыка И вот Вот сейчас Мы играли Такой концерт В Рахмановском Зале Концерт Абонемента Консерваторского Абонемент Как раз Посвященный Русской музыке И нам Было предложено Сыграть Как раз Вот эту музыку Совсем раннюю Русскую музыку 18 века И начало 19 века И люди потом Подходили И говорили Надо же Вот так вот Помрешь И не узнаешь Что такая Красивая музыка Есть Да Дорогие друзья Вы понимаете Намек О том Что нужно Ходить на концерты Классической музыки И слушать 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 Потому что Столько всего Необычного И я все же надеюсь Что чрезвычайная Ситуация Не коснется Риги И если вдруг Все-таки Концерты Продолжатся То небольшое Количество Есть Что вам Предложить 10 ноября В Малой гильдии Фестиваль Камерной музыки Баха И выступает Скола Контором Рига В этом концерте Камерный хор Будет исполнять Не музыку Баха Несмотря на Название Фестиваля А будет Исполнено Произведение Испанские Духовные песни А также Средневековый Репертуар Раннее Полифония Это вот то О чем мы говорили Немного С Алексеем Шевченко С нашим Сегодняшним Гостем Это в Малой гильдии 10 ноября 11 ноября В 19.00 В старой церкви Святой Гертруды Концерт Человек Войны Исполнители Опять-таки Ансамбль Старинной музыки Смотрите Нас радует Именно В основном Старинной музыкой Ансамбль Называется Арс Антика Рига Удис Праулинш Композитор И художественный Руководитель Янис Пельше Орган Каспар Майорс Это Исторические Тромбоны Которые По-латышски Называются Сакбудс Вайрис Нартиш Еще Также Тромбонист Исполнитель На старинных Тромбонах И Также Будет Еще Художественный Руководитель Это Петерис Вайцковски 15 по 18 ноября В Рижском Рус Простите В Русском Рижском Театре Будет Музыкальное Повествование Марии Наумовой Посвящение Мировому Романсу Путешествия Этого жанра Сквозь времена Страны И культуры Помимо Певицы Марии Наумовой Актрисы Также будут На сцене Роланд Белевич С фортепиано Норберт С крауц С контрабас Ингус Фелдмени С гитары Егор Кавайков Гитары И Андрис Буйки С ударные Такая Небольшая Афиша И Конечно же Очень важно Ходить на концерты Классической музыки Ну а сейчас Если нас закроют То слушать в интернете Кстати у сегодняшнего Нашего гостя Алексея Шевченко Клавесинист Органиста Пианиста Доцента Московской Консерватории Есть канал Ютуб Где можно Послушать Помимо Произведений Огана Себастьяна Баха Вот именно Эти раритеты О которых Мы говорили И исполнение На органе Соло И на клавесине И конечно С его В его бессменном Дуэте С барочным Виолончелистом Александром Листратовым Алексей Благодарю вас За интересную Беседу До новых встреч И в эфире И конечно же В Риге На ваших концертах Спасибо большое Елена Очень приятно Удачи вам На концерте 6 ноября С такатами Баха Благодарю вас Приходите Дорогие друзья 6 ноября В Домский собор На мой концерт Буду играть Все такаты Иоганна Себастьяна